Депутат областной думы, почетный гражданин нашего города Михаил Лосенко вручил награды. Почетной грамотой председателя Смоленской областной думы, из нас глава Козелева Татьяна Владимировна, председатель комитетного образования, администрации муниципального образования в городе Десногорске Смоленской области. Благодарственным письмом председателя Смоленской областной думы награждается Кривакова Валентина Васильевна. Благодарственным письмом Смоленской областной думы награждается Жанна Бегитовна Слухановна. Далее совещание продолжилось в рабочем порядке. Коммунальные службы готовятся к гидроиспытаниям. Магистральность по сетям города Десногорск в настоящий момент режим в сетях нормальный, ограничений по потребителям нет. Продолжаем ремонтные работы на перемычке между системами 1-го и 2-го микрорайона, что в принципе к ограничениям не приводит. И готовимся к проведению 2-го этапа гидроиспытания на кусте 2-го и 4-го микрорайона. 8 июля в центре города пройдут мероприятия, посвященные Дню Семьи, Любви и Верности. В программе детская программа, городская акция «Подари ромашку», фотозона «Дарите любимым ромашки», торжественная церемония участвования семьи нашего города, литературные чтения и праздничный концерт. Также мы приглашаем 5 июля в 17.30 в Рустойко-Кривический музей 3-го микрорайона на открытие персональной выставки живописи Светланы Красновой. Начальник информационной службы Наталья Барханоева доложила о последних публикациях в местных СМИ. В наших печатных СМИ в этом номере выйдет интервью нашего перевозчика Нейванова. Надеемся, что все вопросы будут сняты, вопросы больше не будут по перевозкам. Также информация выйдет о комфортной среде из начала работы. Считайте, смотрите, будете в курсе событий. Инфекционные заболевания регистрируются на обычном уровне. Уровень безработицы в Десногорске составляет 0,67%.